Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Во-первых, то общее, что можно сказать в контексте интимной жизни. Хорошая идеальную интимную жизнь, то есть что интимная жизнь — это та которая естественная, а которая соответствует определённым стандартам. Вот. Естественно, интимная жизнь невозможна в том случае, если соблюдается ряд условий. В большинстве случаев эти условия как бы соблюдаются самим собой, но бывают разные ситуации, вот как, например, в вашем случае. Первое – это безопасность. Необходимо, чтобы оба партнера чувствовали безопасность, как физическую, так и психологическую. Ну, безопасность – это ощущение защищенности, ощущение приваренности, ощущение какой-то такой стабильности и устойчивости. Бывают объективные нарушения данных переживаний, бывают субъективные нарушения в процессе данных переживаний. Вот. Соответственно, субъективные переживания, такие как тревожность, страхи, в том числе и те страхи, которые описываете вы касательно вашего мужа, носят исключительно личный характер и решаются путем работы непосредственно со специалистом. Следующее необходимое условие – это соответствие сексуальной модели поведения. Дело в том, что у партнеров есть как, опять же, субъективная, так и объективная сексуальная модель поведения и сексуальный сценарий. У мужчин второе выражено не так явно, как у женщин. У женщин сценарий более такой жесткий, в смысле, тяжелее меняется у мужчин, тогда как у мужчин, в принципе, в этом плане более гибок. Вот. Но вот что касается модели, которые зачастую носят характер чисто визуальный у одних людей и больше психологически у других людей, здесь, наверное, мужчина все-таки более выступает чувствительным. И вам необходимо понимать, что и модель, и сценарий, в принципе, разделяются на два таких больших вида. Это модель и сценарий в краткосрочном варианте, так называемом случайном, в варианте несерьезном и в долгосрочном варианте. Краткосрочный вариант сценария и модели проявляется зачастую достаточно легко, достаточно ярко, достаточно поверхностно и не требует особых усилий. Мобель же долгосрочная, зачастую самому человеку неизвестная, формируется непосредственно с партнером вместе, то есть, как правило, зависит от партнера. И, в общем-то, в силу того, что более глубинное, ну, может встречать определенные проблемы. Соответственно, нужно убедиться в том, что, значит, ну, в том, что ваши модели и сценарии совпадают. Поскольку мужчина ваш достаточно тревожен, судя по всему, потому что вы описываете, что у него есть определенного рода страхи, то, вероятнее всего, в интимной жизни также есть отражение этих самых страхов. А именно, произвольность моделей поведения и сценария в интимной жизни без, скажем так, наличия сильной стресса, то есть, произвольное проявление моделей и сценария в интимной жизни. В этом есть проблемы, потому что мужчина может опасаться, что вот, как раз таки, без страхи, когда, там, такие вот яркие, фееричные эмоции улеглись, да, у него начнутся проблемы и, вероятно, просто не хочет пробовать, не хочет пытаться что-то сделать, что-то сделать. Это первый момент. Второй момент – это сверхмотивация в интимной жизни для мужчины. Потому что каждый раз для него это, вероятно, ну, какая-то вот возможность с самой трудиться, что ли. И, конечно, мешает. Потому что интимная жизнь – это интимная жизнь, и в ней, как бы, ничего другого, ну, быть не должно. Вот, а здесь, получается, имеет место быть именно смешение разных сфер. Третье – это наличие, вот, платонической любви, то есть, по большому счёту, детской любви. Вот, я когда читал ваше описание того, как вы описываете, вот, свою близость, да, духовную, у меня вот возникло очень столько ощущений платонической любви. Или родственной любви, что ли. Понимаете? И связано это, вероятно, с тем, что вы более зрелый человек психологически, чем мужчина, несмотря на то, что он вас старше. Ваш мужчина, вероятно, более зрелый, ну, это не в негативном смысле. И меньше, менее разумен, да, больше, более импульсивен, вы, наоборот, вы проявляете чувства меньше, в целом. Больше разумны, более рациональны. Ну, догадаетесь к контролю. Это мешает доверию, потому что мужчина не может почувствовать себя с вами мужчиной, по той причине, по которой которую указал мой коллега Кудрячев. И по той простой причине, что рядом с вами он знает, что уступает вам. Он, вероятно, не чувствует себя мужчиной, как бы он хотел, а ведомым, именно ведомым. Ну, в подчинении, вот, мужчиной в подчинении. Ну, человек, человек не всегда может и хочет быть, к сожалению. не всегда ему комфортно в этом. Поэтому здесь задача такая вот самая общая это приведение к общему знаменателю подобного дисбаланса. то есть вам более вам ослабит свой контроль, да, соответственно меньше стараться все предугадывать. Больше спонтальности, больше импульсивности. Кстати, все ваши усилия по оживлению интимной жизни не возимели эффекта в том числе может быть еще из-за какого-то механистичности и из-за лишнего рационального подхода из-за нехватки интимности. Вот. И также из-за вашего отношения к сексу. То есть само ваше отношение к сексу может быть просторатное у вас и у мужчины. И ваше отношение к сексу будет подавлять на желание у мужчины. так в принципе и наоборот может быть тоже. Вот. Стремление к контролю это в принципе тревожность. Это проблема с безопасностью. Это проблема вот края таки с защищением защищенности. Которые вы можете защищением не защищенности. Которые вы можете зараживать своего мужчину и зараживать на него сексуальным желанием. Вот. Заражение вашими эмоциями осуществляется при, опять же, отсутствии личных границ, которые лично я, мне кажется, знаете, как вот, где-то личных границ нет вообще, а где-то личных границ сильнее, чем, ну, того требует ситуация. Вот. Из-за такого дисбаланса тоже, в принципе, может быть проблема здесь. Вот. Дальше. Вы говорите, что ваш контроль появился в ответ на боль, причиненную вам мужем, но не очень понятно, какой боли вы говорите. Вот. Но страх боли, это страх личностного развития, то есть вы, по сути, вот, как бы, сами себя зажимаете в тишках, в такой, ну, в косности. В косности вы себя зажимаете, а соответственно, соответственно, там, опять же, мужчина это может чувствовать и ему это может быть неприятно, то есть ему это может подавлять. Вот это косность ваша и так далее. Вот. вы сами себе зажимаете. Вот здесь установили запрет на личный рост, потому что боль это и личный рост. Так что здесь нужно рассмотреть для себя возможность не просто принятие вероятности боли, но и разбор того, что эта боль для вас означает и выработки более гибких моделей реагирования, чем попытка предотвратить наступление этой ситуации. Мужчина в этом плане более естественен, он прямо говорит и говорит, что не может обещать, что не причинит вам боль, и это абсолютно правильно, но здесь есть еще один важный момент. Если человек на человека накладывает слишком много ответственности, то это тоже влияет на его сексуальное поведение и активность. И в данном случае вы на мужчину перекладываете ответственность за то, за что отвечаете только вы, а именно за боль. То есть не человек причиняет вам боль своими действиями, а вы сами эту боль ощущаете. Человек просто делает то, что он хочет, или он делает то, что он не хочет, но так или иначе будет исключительно ваша реальность, в которой вы живете. И ответственно за это вы перекладываете на мужчину, а это соответственно на него давит, потому что возможно что-то из того, что вам причинит, ну может причинить боль, ему бы хотелось сделать, а он теперь этого сделать не может, потому что вы обвиняете его в том, что вам больно, и выставляете себя жертвой здесь. Вот, то есть это такая вот достаточно негативная ситуация, и мало того, что не совсем понятно из-за чего, боль, да, и вообще что происходит, а еще и вы себе как бы, он делает запрет на личный рост, на развитие, которое без боли невозможно. Следующий момент, это использование «мы», ну в принципе вам Кудрячев Игорь Леонидович уже на счету «мы» сказал, я могу вам сказать следующее, больше в рамках вашего вопроса, да, больше в рамках вашего текста. Что такое «мы»? Это объединение. Объединение, то есть «мы» есть единое целое, «я» — это «ты», мешает идентификации человека, мешает отделение меня от тебя. И если подобное слияние, а это именно это слияние, что в общем-то является достаточно негативной историей для отношений, происходит, это не может не влиять на активную жизнь, потому что, ну, заниматься любовью сам с собой не будешь. А это называется немножко по-другому и делается немножко иначе. Соответственно, вам необходимо более четко разграничить себя и своего мужа. То есть, проработать над личными границами, сделать их более сбалансированными. Ибо, как я и сказал, у меня возникло ощущение, что где-то у вас очень сильные границы, а где-то их вообще нет. Ага, ну, в принципе, ну, они должны быть равномерно расположены и равномерно как бы взаимодействовать. Вот. Так что, такая вот история. Не нужно забывать, что и у вас, и у мужа есть застарелые проблемы. Да, вот касаемо обид, еще, касаемо, касаемо обид, обиды, это также то, что, то за, что вы перекладываете ответственность. На другого человека, то есть, обижаетесь, вы чувствуете обиду, вы, вот, а ответственен, соответственно, мужчина. Это, на мой взгляд, мягко говоря, не совсем корректная позиция, потому что таким образом получается, что человек может вас обидеть. Но это противоречит тому, что люди, ну, ограничиваются, ограничены друг от друга. Понимаете? Вот, какая штука. Вместе с тем, вместе с тем, важная ситуация заключается в том, что обиды, это следствие определенных ваших трудностей. То есть, обиды, это когда вы не спортировали к себе, самой, ну, какое-то отношение. То есть, когда вы, есть вещи, которых вы избегаете, да, ну, просто вот, есть вещи, которые вы избегаете, сами, сами, в себе. И когда вам на эти вещи указывают знак, когда вам эти вещи скрывают вы, и, оказывается, к этому не готовы. И обиды здесь, это, с одной стороны, не пылятся. Потому что, ну, ты виноват. Ну, вот, ты виноват. Ага. Допустим, что меня обидал. Это не моя проблема, а это, вот, именно, ну, именно, именно ты виноват, вот, что, ну, что мне больно, да, вот, допустим. Ага. Не, это не моя проблема, как-то. С другой стороны, это, вот, перекладывание ответственности, как я уже сказал, на другого человека, на мужчину. А, в третью очередь, это такой вот крайне, я бы сказал, крайне сомнительный способ, для вас получить то, что вам нужно, на зависимости от реакции другого человека. Вот. Ну, в общем-то, такая штука. И, самое главное, то, что обиды, это неоправданные ожидания. Ожидание. И, если человек обидает, значит, его ожидание неоправданное. И очень часто бывает так, что ожидания неоправданные те, которые человек сам не хочет неоправданными, а неоправданными. То есть, нереальными. Ну, принимаемые человеком, как, как слабо осуществимые, да, но при этом, почему бы и не реализовать подобное в помощи другого. Ну, то есть, например, в помощи своего, ну, мужчины. Вот. То есть, проблематика здесь, она вот такая, такого рода, может быть. к моему, к сожалению, большому. И, да, вам нужно с ними работать, с обидами своими. Потому что, только вы за них ответственны. А мужчина, если он, ну, на самом деле, если он на самом деле такой чувствительный, как я думаю, то на него это влияет крайне негативно. Ну, то есть, на план, что ему очень тяжело. Он чувствует, что вы от него что-то ждете. Он чувствует, что может вас обидеть. Вот. Чувствует, что вы можете приложить на него ответственность и, соответственно, это его тоже останавливать. Вот. Ну, останавливать мысли от каких-то действий. Таких вот, таких вот, серьезных действий, да. достаточно важный момент. Важный момент в поводу. Наверное, последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что если у вас есть элемент обвинения, вот именно элемент обвинения, если вы друг друга обвиняете, то необходимо, чтобы вы перестали это делать, вот, потому что обвинения никогда ничего хорошего не дают, никогда ничего хорошего не дают. Вот. И если вы будете друг друга обвинять дальше, то я боюсь, что лучше, ну, лучше ситуация не станет. Она может стать только хуже. Вот. Потому что обвинения еще больше обвинения еще больше вас будут отдалять друг от друга. Просто. Вот. Поэтому решать тут, конечно, вам решать, как поступать. Как поступать? Как поступать? Вот. Ну, на мой взгляд, тут, если не все очевидно, то, по крайней мере, я надеюсь, ясны направления, в которых вам нужно двигаться. Вот. Я надеюсь, что ясны направления. в которых вам нужно направления, в которых вам нужно направить файл. Я думаю, что и вашему мужу, в принципе, можно написать на наш сайт с обозначением своей проблемы, именно своей, чем его проблемы. Вот. И это было бы более очевидно. Мне кажется, что во многом. Я могу ошибаться. Я рад был бы ошибаться. Но мне кажется, что во многом. Ваши отношения построены на числе вины. Вот. На долге, может быть, в каком-то на обязанности, да, на какой-то, может быть, может быть, на какой-то расплате. Вот. То есть, ну, может быть, элемент, элемент расплаты. И вот это, конечно, если есть, то это достаточно серьезная проблема. То есть, не действует, что в ваших отношениях есть, легко считывается, да, что в них есть, а в ваших отношениях есть. Но элемент, например, элемент, может быть, душевности. Ну, а это не то же самое, что элемент естественности и спонтанности. Потому что вы спонтанности себе, может быть, не позволяете, а мужчина не может этого сделать, потому что боится вас обидеть. К примеру. Вот. В итоге получается, что спонтанность там особо не какой он нет, или если есть спонтанность, то и всё, ну вот, гораздо меньше, чем хотелось бы, например, например, да, вот, ну, хотелось бы, я имею в виду, вашему мужу, вот, так что, ну, наверное, вот, примерно, примерно так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаёте, вот, примерно, вот, так вот, по ключе, действительно, если вы оба со своим мужем готовы работать над отношениями, всё получится, но вам нужно сказать, вот, идея, что вы оба будете работать над одной проблемой, каждый будет работать над своей проблемой, каждый будет решать свои трудности, только его, и в какой форме вы это будете делать, в форме общей консультации, или в форме индивидуальной решать вам, вот, сейчас вам не хватает только одного, вот так вот, я бы сказал, полноценно вам не хватает, это честность, мы не чувствуем, он этого не может не чувствовать, вот, соответственно, значит, соответственно, его это может, ну, его это может напрягаться, значит, очень сильный, вот, вот, поэтому, хотел бы, вот, чтобы вы для себя этот момент как-то выяснили, да, что интимная сфера это доверие, не для всех, конечно, и не всегда, но доверие важно, вот, и для вас, например, для вас, как раз таки доверие оказалось, ну, практически, ключевым, ключевым фактом, вот, так что, пока вы не расскажете, не признаете своему, мужчине, в том, что у вас хранили скитеропеды, пока вы не поделитесь с ним, пока вы не будете с ним на 100% искренне, да, ну, у вас могут быть трудности, к сожалению. Нормально ли это? Да, вполне, вполне нормально. Просто ли будет, значит, ну, вот, говорить об этом? Нет, неправильно, неправильно. Это будет неправильно. Это будет нелегко, ведь честно. Но, как бы, работа над отношениями, это всегда, такая, такая вот, достаточно непростая история есть, и вам, ну, желательно, желательно понимать это и принимать, как обстоят дела. Вот. Это то, что я могу вам сказать, направясь на то, что вы написали, направясь на то, что вы написали. Вот. Я согласен с коллегой Мариной Голиковой, что вам не помогут какие-то такие вот внешние, ну, внешние вещи, потому что вы уже, в принципе, пробовали достаточно много, да, 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 и если бы это могло бы помочь, да, оно бы, в принципе, помогло бы. Уже вот поэтому психологические проблемы не решить, как иначе, кроме как работой с психологом. Вот. Так что, такие, такие моменты. Ещё один важный аспект, на который я забыл обратить внимание в своё время, это аспект личности. Некоторым людям для того, чтобы полноценно взаимодействовать друг с другом, необходимо их воспринимать друг друга как личности. То есть, мужчина охотник и женщина так, кто, как правило, восхищается твоим мужчиной. И мужчина, наверное, не видит, что у вас свой путь, что вы идёте своим путём, не пересекающимся с семьёй. Ну, с вашим общим, как бы. И это очень важно. Если подобного нет, то то есть это очень важно. А фобла нет, ну, фобла нет, ну, фобла нет. Фобла нет, фобла нет, ну, фобла нет, фобла нет. Ну, это очень важно. Друг к другу. Вот. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, стоит обратить внимание на свой интерес. Вот. И на свой путь. Ну, как бы, жизненный, личностный путь. Вот. Чем более. Чем более. Он определён, тем лучше будет вам. Ну, я повторюсь, здесь многое зависит от, именно, здесь многое зависит от того, какая интимная модель и интимные сценарии. У вас и у, ну, ну, можно. Вот. Такой вот ответ. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было полезно. Вот. Не затягивайте с обращением к специалисту. Если муж как-то вот, ну, там, стесняется, сомневается и включая, то обращайтесь сами. Обращайтесь сами сами за помощью, начните сами, покажите мужу, что, что в этом нет ничего сразу страшного, что в этом нет ничего такого вот аномального, да, что это на пользу, вот. Самое главное, помогает обрести свободу, помогает становиться более свободным, вот. И мы с тоже, я уверен, согласен, потому что готовы вы готовы, да, но работа ваша пока происходит только вот в такой форме. Если вы делаете вывод, что возможно вы все-таки еще либо сомневаетесь, либо боитесь, либо надеетесь, точнее, что получится ситуацию разрешить, ну, как-то иначе. Ну, разрешить может быть и получится, я честно скажу. Ну, вот какой ценой, да, и в каком ключе, это вопрос. Дальше вам, всего самого доброго. Надеюсь, что вы не думаете о том, что...